Библейский портал экзегет.ру представляет Откуда что взялось в Скинии? Давно никакой Скинии нет. Все эти священные предметы для нас с вами не играют никакой роли. Поэтому нам скучно считать, откуда они взялись. Но древние израильтяне, которые знали, от кого они происходят, которые, ну, может быть, не то, что все видели каждый из этих предметов, нет, конечно, но представляли, что они там находятся. Вот они связывают, собственно, культ с людьми. Есть культ, который там богослужебный, обрядовый, ритуальный какой-то еще, как это можно назвать. А есть люди, которые все это обеспечивают. Ведь для того, чтобы это богослужение совершалось, кто-то должен все это туда принести, кто-то должен это изготовить, кто-то должен это обслуживать. И это были их предки. Вот они читали о том, как это происходило. Или слышали, потому что наверняка это сначала еще в виде устных рассказов. Когда Моисей установил скини, он помазал и осветил ее и всю утварь ее, а также жертвенника всю его утварь. Все эти предметы он помазал и осветил. Затем вожди Израиля, предводители родов, вожди племен, проводившие перепись, принесли свои приношения. Они поставили пред Господом в качестве приношения 6 повозок и 12 быков, по одному от повозки от двух вождей, по одному быку от каждого вождя. Они поставили быков и повозки перед скиней. Ну, вот нужен транспорт, да, на чем-то все это возить. Самое святое носится руками. Мы об этом уже читали. А какие-то припасы, какие-то материалы, ну, надо перевозить. Господь сказал Моисею. Приметы от них для работ при шатре встречи и распределили между левитами, потому что кому что нужно для работы. Моисей принял повозки и быков и передал их левитам. Две повозки и четырех быков он отдал потомкам Гершона для их работы. А четыре повозки и восемь быков потомкам Мирари для их работы под началом и Тамара, сына священника Аарона. А потомкам Кихата он ничего не дал, ибо их служба при священных предметах, которые они должны переносить на своих плечах. Ну, то есть, самое святое носится руками, а не возится на транспорте. Когда совершилось помазание жертвенника, его посвящение, да, левиковым маслом его помазали, тем самым его посвятили, обновили, вожди принесли дары для его торжественного открытия. Они доставили свои дары к жертвеннику, и Господь сказал Моисею, пусть они поочередно, каждый вождь свой день, приносят дары для торжественного открытия жертвенника. Вот те богослужебные предметы, которые необходимы. В первый день принес свои дары Нахшон, сын Аминадава, из племени Иуды. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей. Шекель – это 10 с небольшим грамм, да, то есть, большое блюдо, да. И серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Возможно, шекели святилища двойные, тогда это не 10, а 20 с чем-то грамм. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, барана, годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. Два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Нахшона, сына Аминадава. Во второй день принес свои дары Натанел, сын Цуара, вождь племени из Сахара. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Эти хлебные приношения тоже часть ритуала, когда не животное, а муку сжигают. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, барана, годовалый ягненок для всесожжения, козел для очистительного жертвоприношения. Два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Натанелла, сына Цуара. В третий день принес свои дары Элиав, сын Хелона, вождь потомков Завулона. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей. Шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, барана, годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. Два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Ильава, сына Хелона. Четвертый день принес в свои дары и лесу сын Шедеура, вождь потомков Рувима. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей. Шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, барана, годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. Два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Ильцура, сына Шедеура. Ну, извините, вот такие у нас будут тут дальше перечислены жертвоприношения, очень похожие. В пятый день принес свои дары Шелумиэл, сын Цуришаддая, вождь потомков Симеона. Вот его приношение. Серебряные блюда весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, барана, годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. Два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягненок для пиршественного жертвоприношения. Они еще и пировали каждый день, да, это вот пиршественное, то есть оно скорее идет основная часть на праздник, на пир. Таково было приношение Шелумиэла, сына Цуришаддая. В шестой день принес свои дары Эльясав, сын Дуэла, вождь потомков Гада. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, барана, годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. Два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Эльясава, сына Дуэла. В седьмой день принес свои дары Эльясав, сын Амихуда, вождь потомков Ефрема. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, барана, годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения, два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Эльясава, сына Амихуда. Восьмой день принес свои дары Гамлиэл, сын Педацура, вождь потомков Моносии. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, барана, годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения, два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Гамлиэла, сына Педацура. В девятый день принес свои дары Авидан, сын Гедеуни, вождь потомков Вениамина. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, барана, годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. Два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Авидана, сына Гедеуни. В десятый день принес свои дары Ахиезер, сын Амишаддая, вождь потомков Дана. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой, смоченной оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш в 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, баран и годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения, два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Ахиезера, сына Амишаддая. В одиннадцатый день принес свои дары Пагиел, сын Охрана, вождь потомков Асира. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой с моченой оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, баран и годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. Два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Пагиела, сына Охрана. В двенадцатый день принес свои дары Ахира, сын Анан и вождь потомков Невфалима. Вот его приношение. Серебряное блюдо весом 130 шекелей, серебряная чаша весом 70 шекелей в шекелях святилища. Блюда и чаши были наполнены пшеничной мукой с моченой оливковым маслом для хлебного приношения. Золотой ковш весом 10 шекелей, наполненный благовониями. Бык, баран и годовалый ягненок для всесожжения. Козел для очистительного жертвоприношения. Два быка, пять баранов, пять козлов и пять годовалых ягнят для пиршественного жертвоприношения. Таково было приношение Ахира и сына Энана. Закончилось, да? Вот, казалось бы, слушайте, если бы я отписал, я писал бы так. Более-менее один и тот же набор, да? Чуть-чуть различается там вес, и то далеко не всегда. Например, золотой ковшенник всегда весом в 10 шекелей. То есть 100 грамм с небольшим. Или 200, мы не знаем точно, шекель святилища, был ли он больше. Я бы написал, вот все они, список из 12, да, принесли. А где, может быть, какие-то отличия, уточнил бы. Да, сэкономил бы много места. Смотрите, но это же вот такая торжественная ритуальность. Как за богослужением повторяются одни и те же формулировки, так и здесь. Вот, читателя относят себя к одному из племен, колен. Ему предельно важно услышать, что вот его колено, его племя тоже было представлено. Не в длинном списке все-все-все одно и то же. А вот мое колено, мое племя вот так почтило Бога в тот день. И поэтому это есть. Дары вождей Израиля по случаю торжественного открытия жертвенника, принесенные после помазания жертвенника, были таковы. Вожди отдельно, да, элита дополнительная. 12 серебряных блюд, 12 серебряных чашек, 12 золотых ковшей. Каждое блюдо весило 130 шекелей, каждой чашей 70 шекелей. А всего в блюдах и чашах было 2400 шекелей серебра, в шекелях святилища. В 12 золотых ковшах, наполненных благовониями, весивших 10 шекелей, каждой в шекелях святилища было 120 шекелей золота. Скот для всесожжений, 12 быков, 12 баранов, 12 годовалых ягнят. А также надлежащее хлебное приношение, 12 козлов для очистительного жертвоприношения. Скот для пиршественного жертвоприношения, 24 быка, 60 баранов, 60 козлов и 60 годовалых ягнят. Ну вот, собственно, подведение итогов, да, тому, что было выше. Таковы были дары по случаю торжественного открытия жертвенника, принесенные после его помазания. То есть, еще раз это подчеркивает такую стройность и такое единство израильского народа, который служит Богу не просто где-то, когда-то, как-то, а вот в соответствии с этим всем распорядком так, как положено. Когда Моисей входил в шатер встречи, чтобы говорить с Господом, то он слышал голос, звучавший между двумя херувимами над навершием, что накрывает ковчег завета. Так Господь говорил с Моисеем. Ну вот, мы уже это встречали, шатер встречи, который, в общем-то, как скиния завета здесь, одно и то же примерно. И там стоит ковчег завета, на нем херувимы, и между ними, как на троне, незримо выседает Господь. И Моисей ничего не видит, он слышит Господа. И дальше Господь дает Моисею указания, как организовать это пространство и как устроить служение в скинии. Спасибо. 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 Спасибо.